Здравствуйте, уважаемые коллеги! Надеюсь, меня слышно и видно хорошо. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично. Меня зовут Туребаев Достан Растанович. Я являюсь преподавателем Международной педагогической академии дошкольного образования. Сегодня мы начинаем нашу тему открытых 15 минуток с актуальности темы интерактивных игр. Современный мир, вообще сейчас наш мир, становится электичным. То есть сливаются различные жанры и соединяются разнородные стили. Все это можно увидеть даже в различных театрах и спектаклях, когда видеозаписи включают как фон, или актеры могут общаться со зрителями непосредственно во время уже спектакля. То же самое сейчас происходит с нашими книгами. Интерактивная книга сейчас – это все-таки картинка, которая соединяется с текстом коротким. Таким образом, они соединяют два различных стиля. Ведь эта картинка не просто находится в статичном состоянии, она может двигаться движением пальца, например, или какой-нибудь кнопочкой. Герои могут взлетать, прыгать, куда-то передвигаться, а могут даже замерзать. То есть интерактивная книга этим самым пытается завлечь внимание ребенка. Однако не надо забывать о том, что книга – это всегда… Она всегда несет тебе задачу взаимодействия со взрослым. Ведь это и тактильный, и эмоциональный контакт. Поэтому, когда вы подъявляете ребенку какую-нибудь новую книгу, вы усаживаете ребеночка на коленку, открываете перед ним книжку, показываете, какая она интересная, и как с ней можно взаимодействовать. Ведь ребенок еще не освоил культурные формы взаимодействия с книгой или какие-нибудь задачи, которые несет себе книга. Особенно, если это интерактивная книга. Поэтому важно, чтобы взрослый помогал ребенку взаимодействовать с ним. Также книга – это инструмент для постижения мира. В данном случае малыш еще не умеет и читать, он постигает все остальное через взрослого. Поэтому взрослый в этом плане, в плане содержания книги, также помогает ее освоить. Для хороших книг есть такое правило. Если ее элементы дополняют друг друга, помогая освоить текст, то эта книга считается хорошей. Интерактивная книга хороша, если все ее элементы связаны с текстом, помогают удерживать внимание ребенка, вызывают эмоциональный контакт, закрепляют связь образа слова и помогают взаимодействовать взрослому с ребенком. Ведь для обогащения опыта одна и та же сказка, например, может быть представлена различными способами. В этом плане я бы хотел рекомендовать вам специальные книги интерактивные, которые называются «Интерактивная сказка». Здесь в серию входят книжки «Колобок», «Маша и медведь», «Волки и козляты» и «Теремок». Вот насчет последней книги давайте мы сейчас остановимся, хорошо? «Теремок» она у меня сейчас представлена здесь у себя. Я вам хотел бы ее продемонстрировать. В таком виде она представлена. Здесь у нас проживают наши персонажи, и персонажи могут закрывать свои окошки. То есть в самой обложке мы можем видеть, что книга у нас не в статичном состоянии, а она движущая, движенная. И здесь какие персонажи проживают? Показывая ребенку, усаживайте, говорите, смотри, вот сейчас они смотрят на тебя, а сейчас они пошли спать, например. Или сами придумайте сюжет вот этого движения. Что они делают сейчас? Может быть, прячутся от жары. Зависит от того, как взрослый начнет разговаривать с ребенком. На каждой странице можно увидеть интерактив, связанный как раз с развитием и воображения ребенка. Ведь сказать ребенку, посмотри, мышка, ну, после того, как вы рассказали, что мышка пришла, познакомилась, с мухой, и поселилась в теремке. Вы скажете, что пока они жили, мышка решила собрать грибочки. Вот посмотри, вокруг грибочки лежат, мышка хочет их собрать. Вот представь, сейчас корзинка у него наполнится. Ребенок начинает думать, как же корзинка может наполниться. И вот обратите внимание, мышка набрала корзинку, полную грибочков. То есть, помогая ребенку воображать, вы закрепляете его умения. А вот он и с лягушкой несет водичку себе. Помимо того, что здесь текст написан полностью, теремка, вы можете дополнять эту сказку своими идеями. А здесь зайка пришел и построил табуретку. То есть, каждая страница дополняет историю этой сказки новыми идеями. Вдохновляет этих персонажей. А тут леса пришла не пустыми руками, а сделала каравай. А волк у нас сделал обед. Он не повар. Ну и так далее. Потом, конечно, пришел медведь. Он неудачно сел и сломал теремок. А после этого они все вместе построили еще больше и лучше домик. То есть, это очень интересная сказка в этом плане. Однако, как я говорил, как я говорил, сказки теремок и многие другие, колобок, репка, да, и многие другие сказки могут быть представлены различными способами. Поэтому, сейчас я вам скину ссылочку именно на сказку теремок, как она может быть представлена разными способами. Во-первых, это интерактивная сказка в школе семигномов представлена, например. Мягкие пазлы, книжки-картонки, а также конструктор. Особенно мне понравился конструктор. Видите, его можно построить и уже в реальной ситуации ребенок может увидеть, как этот теремок был представлен. Ведь здесь у нас 2D-модель, да? Ну, ее плохо видим. Ну, то есть, видно, что это домик, там внутри прячется, а когда вы конструктор покажете ребенку, он сможет сам построить этот теремок и селить туда всех животных. То есть, это уже мини-театр, мини-сказка, да, для ребенка. В данный момент вот эти 4 серии, 4 книжки из серии интерактивная сказка могут быть доступны вам по скидке 15% промокод МПАДА. Предыдущие разы, предыдущие эфиры мы показывали промокод на 25%. Однако, это была большая скидка для школы семигномов. Она была единоразовая. Поэтому, сейчас воспользуйтесь скидкой на 15%. На 25% уже школа семигномов представить не может. Вот. Этот промокод действует пока долгое время, поэтому проходите по ссылочкам, берите эти пособия, если будет интересно. Я желаю вам творческих успехов. Всего вам доброго. До свидания.